Чтобы его не затягивать этот процесс, сейчас люди, которые... Вот сейчас у нас в Донецкой Народной Республике началась мобилизация. И мобилизация также идет с украинской стороны. И с нашей стороны, и с украинской стороны люди бегут. И само начало войны ознаменовало собой бегство. Сначала правоохранительных структур, такие как Беркут, которые были на Майдане и сейчас успешно устраиваются на службу на территории Российской Федерации. Также и мужчины, здоровые мужчины, которые вывезли свои семьи. Если бы каждый житель Донбасса, каждый житель Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, тот, который находится на территории Российской Федерации, на территории Белоруссии, на территории Польши, те люди, которые находятся на оккупированных территориях, нашли бы возможность, нашли бы в себе силы. Мне кажется, и приехали бы сюда, и взял бы каждый из них в руки оружие для того, чтобы отбить свою землю. Тогда бы меня, Гиви и других командиров меньше бы обвиняли в том, что на нашей стороне воюют российские террористы какие-то, потому что люди реально едут с какой-то идеей новой России, туда-сюда. Люди, которые защищают народ, выбор народа, приезжают сюда, берут в руки оружие. А те люди, которые выехали отсюда под предлогом вывоза семьи, они сейчас находятся в России, работают на стройке, еще там где-то, занимаются какими-то вещами. Ну, я не думаю, что их уровень жизни настолько такой благоприятный, что они прямо там с удовольствием там находятся. Я думаю, что я когда сюда приехал, я оставил свою семью там, приехал сюда год назад. А сейчас люди, которых приехал защищать я, сейчас убежали, находятся практически у меня дома. Сейчас сидят, они там получают кто-то как беженец, какие-то там деньги, какие-то условия для них благоприятные создают. Но мне само понимание бы, если бы ко мне относились как к беженцу, мне говорили бы, что я беженец, мне бы было неприятно. Я мужчина, я не могу быть беженцем, я не могу быть беженцем со своей земли. Я могу только умереть на своей земле, по-другому никак. Я думаю, что этим людям должно быть очень сильно стыдно. Я вот был в Крыму, если взять Крым, то там были, конечно, луганские номера, но основная масса транспортных средств, особенно такие как Бентли, Мазерати, это все была Донецкая республика. Все донецкие номера. Я думаю, что люди, которые сейчас там в шоколаде, которые вывезли свои капиталы, находятся на территории Крыма, там живут и не вникают, им тоже должно быть стыдно. Мне кажется, сейчас мужчина, который проживает здесь, не должен брать свою семью и вывозить ее отсюда безвозвратно. Человек может вывезти свою семью для того, чтобы ее защитить от этих обстрелов артиллерийских. Вывез свою семью, устроил ее там и вернулся обратно отбивать свою землю.